Год? Нет. Смерть перед работой. Слышно, пожалуйста. Слышно, пожалуйста. Слышно, поговорим. Какие вопросы у вас есть? Есть вопросы? Как раз начинал карьеру? Пойца или нет? Ну, я в 11 лет начал заниматься самбо и дедо. Занимался до армии. Потом ушел в армию, служил два года. Вернувшись, начал продолжить бороться. Вошел в сборную России. Стал мастером спорта на 2-го класса по раму, как дедо. И потом перешел в бои. С ней хотелось попробовать себя именно в боях изучать скажем, больше видов спорта и ударные кухни, и борьбу немножко другую. Пришлось ломать, менять. То есть недостаточно было самбо и дедо. Пришлось менять борьбу. И как раз на тот момент приезжал японский представитель, чтобы набирать в Японии бойцов новых. Ну и вот посмотрели меня и пригласили. С тех пор с тех пор у меня пошло. Ну, поначалу было тяжело, да. Я же был чистый борец, я был уходил в сборную самбе, в сборную России по самбе и дедо. А здесь надо было еще изучить бокс, кикбоксинг, тайский бокс. Плюс свою борьбу налогами заступаемый без курток. Потом снял куртку, уже совершенно другая борьба была. Поэтому поначалу было очень тяжело. Ну а потом начало получаться. снял куртку. А какая тактика, если оперативный больше вас в два, в три раза? Какая тактика? Ну, во-первых, если он больше, значит, надо опережать, надо работать на скорости. Значит, надо не попадаться ни под удары, ни на его броски. То есть, первое, в чем мы можем выиграть большего соперника, или более сильного, это в нашей скорости. Как правило, большие, они не очень хорошо дышат. То есть, можно его перелешать и выносить. Но надо помнить, что работая с более тяжелым соперником, он на вас налегает. То есть, вы, соответственно, больше затрат, больше усилий полагаете, для того, чтобы с ним бороться. Но главное не бояться. Главное идти вперед. Главное, никогда не бояться. Таким духом вперед. Хорошо, что все проиграют, как показывает вровень. В осени можно биться и с большими, и с маленькими, и с здоровыми, и с худенькими, и с толстыми. В осени. А может, как совместно стоит в девушке заниматься? Каким? Ну, сам. Ну, я не сторонник. Честно скажу, я не сторонник, потому что, ну, мне кажется, единоборство это все-таки мужское. Девушка должна быть под, за спиной сильного, надежного мужчины. Все-таки девушка это женственность, это нежность, это хрупкость. Хрупкость характера, хрупкость внешняя, поэтому... Женщина это чах, смена чах это... Ну, все, что заложено ей природой, все, что заложено ей боком, это... Все-таки сильным мужеством должен быть мужчина. Мужчина должен быть таким крепким, сильным, как за камерной стеной. А если есть стола? Допустим, вбит спорта. Ну, ну, мы, например, в боксе занимаемся, когда, допустим, есть стола. Сниматься я считаю? Если вы считаете, что это ваше, пожалуйста. Я только... Я с большим уважением отношусь к тем девушкам, которые защищают честь нашей страны, и даже и в вольной борьбе, и в боксе, и в классике, и в штанге. То есть мы должны понимать, что эти девушки занимаются, ну, для того, чтобы постоять за честь нашей страны. Ну, и в душе я не сторонник. Как вы настраивались в бензе? Во-первых, три соревнования. Я стараюсь не думать во время о соревнованиях. Но это вы должны помнить. То есть нельзя ехать на соревнования и гонять у себя в голове комбинации. Нельзя там завтра не биться, и я сегодня обдумываю тебе комбинацию. Этого не должно быть. Все это обдумывается во время тренировок. Все это обдумывается во время вашей подготовки, во время нагрузок. А когда вы уже едете на соревнования, здесь думать о чем-либо уже поздно. Здесь надо уже полагаться на то, что наработано вами. На тех комбинациях, которые вы работали здесь. Здесь надо два соревнования. Во время соревнований, стараться, еще раз говорю, стараться не не думать. Есть такое у нас у спортсменов выражение «перегореть». То есть когда боец выходит на бой, на схватку, на любые соревнования, когда он в мыслях пробежал уже сто раз свою дистанцию или там перебоксировал, переборолся, и выходит на схватку и уже все, обнякший есть уже не может, чувствует, вроде бы и есть все, и вроде физические силы есть, а ничего сделать не может, не успевает. То есть это называется, это именно перегорел вот адреналином, перегорел внутренне. Поэтому старайтесь, старайтесь отсекать, старайтесь отвлекаться. Здесь должен вас, помогать вам тренер, должна помогать команда. То есть думайте о чем угодно, сходите в кино, сходите там, не знаю, почитайте что-нибудь, послушайте музыку, но старайтесь не думать о соревнованиях. А уже непосредственно в сам день соревнований, вот перед схваткой, перед блендером, не знаю, у кого как, постарайтесь хорошенько размяться. И во время разминки, весь страх, весь этот манграшенок, если вы хорошо разминаетесь, для того, чтобы ваша пропадка, но постарайтесь, вы должны понимать, что разминаясь, вы должны не устать. Чтобы не была такая разминка, что вы на ней выложились, а потом во время боя уже, и схватки уже у вас не умерли. То есть все должно быть в мере. Вот этот подход, вы должны для себя каждый выработать. Это я могу вам сказать свои ощущения, свои мысли, свои наработки, гадания. Но вы должны сами их почувствовать. У вас каждого должен быть свой подход. Вы должны чувствовать, за сколько до соревнований мне надо выйти разгнать. За сколько там до соревнований, между схватками, как я буду разбинаться, чтобы выходить разогретым, но и не уставшим. Это у вас, как мы работаем на ковре, как мы стараемся стать сильнее, физически, так мы должны научиться подходить эмоционально. Ну а на саму схватку, на сам бой, вы должны уже выходить с сжатыми, как комочек, готовыми выставить максимум внимания, максимум, вот все ваши, вы должны быть в пяти форм. Вы должны выходить и быть максимально быстрыми, максимально сильными, максимально выносливыми. То есть, на схватку вы должны выходить и, можно сказать, двигать. Ну и здесь уже, покажет все, на что вы способны. Почему вы занимаетесь после своей спортивной карьеры? Ну, уже закончилась спортивную карьеру, год назад. И сейчас работаю на силу спорта. Тоже со спортом, тоже с единоборствами, но уже советы комедии. Больше не вернете ли? Все. Ну, я не отношусь к тем людям, которые уходят, приходят, и возвращаются, и опять уходят, потом опять приходят. Нет, я уже ушел осознанно, осмысленно, и закончил свою карьеру. в том, что я не забросил. Пришло время уйти. Пришло время уйти. Как это почувствовать? Каждый из вас почувствует, когда будет завершать свою карьеру. Сейчас, вы в самом начале, можно сказать, не даже в самом начале, но все у вас впереди. Основной результат, все самое интересное у вас впереди. А у меня уже все. Время пришли. Первая моя схватка была на соревнованиях городских. Ну да, была страшноватка. Потому что это были первые соревнования, я вышел на них, занимал по себе месяц, и, можно сказать, таким чудом победил, выиграл это соревнование. В финале мы боролись с парнем в поддержлении, посильнее, но получилось так, что я его победил. Но это не значит ничего. В вашем возрасте еще вы должны уметь и побеждать, и проигрывать. У меня в детстве было больше поражений, чем победы. То есть, были соревнования, которые я выиграл, но, как правило, больше все-таки я проигрываю. И постепенно, возрастая, как спортсмен, укрепляясь физически, я стал побежать. Идя вперед, не отступая назад, стал побежать. А сколько поражений было в смешанных петербургах? Мне? Да. Четыре. У меня было первое поражение рассечением, и три поражения они были подряд. Это было в Америке. но потом, слава богу, мы победили. Ну, меня как-то обходило травмами. У меня серьезных травм не было, слава богу. Единственное, что у меня было, это я ломал пальцы во время боя, но даже сломав палец, мне удавалось завести бой до победы. Пусть руки не выдерживали, и пальцы на руках ломали во время удара. А после бросая травм не было? Нет, серьезных травм не было. То есть, мы, санбисты и жудаисты, знают, сколько мы бросаем, сколько же нас бросает. То есть, сколько я бросаю партнера своего, сколько же раз он меня бросает. То есть, с самого детства мы учимся и бросать, и падать. И здесь, в этом броске, ну, у меня сломалась реберная дуба. То есть, крясь, в которой соединяются ребра. Это была травма не серьезная, потому что я, вернувшись домой, продолжил подготовку, и через полтора месяца уже бился к этой дубе. То есть, не особо серьезная травма была, слава богу, и было без последований. Ну, что? А почему вы начали управлять спортсменом? Вообще, заниматься блюдами. Ну, наверное, каждый парень хочет стать сильным. Так вот. Каждый мальчик в душе хочет быть сильным и побеждать. Вот и я был такой же в детстве. Когда мне предложили заниматься борьбой, я, естественно, побежал в секцию. Меня очень захотелось. Я захотел стать сильнее. Я для нас самбо, дзюдо, это было что-то такое, что-то особенное. Самбо, самооборона без оружия, дзюдо, дикий путь победы. И когда я пришел в секцию, я уже полюбил, скажем, борьбу, полюбил спорт и остался на сегодняшний день. Вы боролись сами? Мы боролись сами, да, но на соревнованиях мы победил я. По старшинству. То есть мы не бились, мы не боролись полной силы, а перед боем, перед схваткой мы, скажем так, договорились. То есть братом я никогда не бился. Единственное мы на тренировках. Мы ставили в парах, мы боролись на тренировках полной силы. Но на соревнованиях никогда не бились на соревнованиях. Хотя организаторы нас спросили, ребят, пожалуйста, чтобы не было такого, зрители пришли, а мы там выходим в финал и, как обычно, отмахи бывают в другую сторону. То есть мы такого не делали, мы выходили и просто показывали красивую борьбу, красивые броски, но победу всегда он не отдавал. и рейх. А теперь последний поединок? Лучше после последнего поединка. Перед последним поединком, что надо победить, надо удачно выступить, чтобы завершить аренду. Ну а когда уже победил, то играет и хорошо Да все, вся нагрузка, скажем, все отпустили, потому что я понимал, что, скажем так, с баялью уже все. Это какая-то большая эмоциональная нагрузка, большая физическая нагрузка. Я продолжаю заниматься, продолжаю тренироваться, и сейчас стараюсь передать знания ребятам, тренерам. Но все-таки, вы сами знаете, вы же ходите бороться, вы ходите боксировать, бороться на схватку не всегда, чувствуете волнение. Ну, когда я закончил спортивную карьеру, я понял, что целое в этом волнение больше не будет. Да, друзья? Да, привет. Кто привел меня в Санго? Моя секция, первая моя секция, куда я ходил, тренер из этой секции работал с моей мамой. Моя мама работала в лице преподавателя, и мой тренер работал тоже в этом лице преподавателя, а в свободное время тренировал ребят, мальчишек, как я, маленьких, по 10, 11, 12 лет. И вот тогда я бегал к маме, я частенько пирал ключ от дома, бегал к маме за ключами, и он меня увидел и предложил, что, может быть, в природе своего пацана, я говорю, сделаю из него бойца. И вот с того момента я пришел, в тот момент я пришел. Мне выдали мою первую, тогда еще не было кимоно, наверное, так свободно, не было в продаже, и все было гораздо сложнее, сложно достать. И мне выдали первую спецодежду, спецодежду, которая работает на заводах. То есть куртка, куртка, которая работает на заводах, вот наши, я не знаю, там, папы, мамы, на таких заводах, не знаю, металлургических, и поясок обычный. Ну вот первая моя куртка была, первые мои занятия были именно с такой спецовки. А уже позже, когда я выиграл соревнования, меня тренер выдал к маме. А сколько времени вы уделяли на тренировке? Ну, в разное время по-разному, конечно. Когда я начинал заниматься, у нас были тренировки где-то часа по полтора, по два, но постепенно, с годами это все увеличивалось. Когда я тренировался по самбо, по дзюдо, где-то тренировки мы были часа по два с половиной, по три. Ну, по два с половиной. А когда перешел в бои, я добавил еще бег, где-то тренировки были часа по три точно. То есть у меня был где-то бег минут сорок, сорок час и плюс основная тренировка. То есть часа по три. Такие вот две тренировки. И зарядка. Зарядка где-то минут сорок пять. Утренняя тренировка и вечерняя. А с кем был самый тяжелый бой? Самый тяжелый бой? Наверное, самые тяжелые бои были с Антонио Родриго Набуэрой в казнице. И весь мир как рокот. С Антонио был тяжелым тем, что это был чемпионский. Он на тот момент был чемпионом, и он перебил всех основных таких самых сильных бойцов. Всю Плеяду. Все, кто были на тот момент самые сильные, всех он перебил. А у меня должен был состояться бой за звание. То есть он был 10 тысяч чемпионом, а я был петендент. Вот тогда был, наверное, самый эмоциональный, самый тяжелый, и физически тоже пришлось выложиться. 20 минут мы с ним бились и удалось победить. Ну и с мир как рокотом тоже мы бились. У меня была травма руки, у меня был сломанный палец, который неправильно зажил. Вот мне его обкололи, заморозили, и я пошел на бой. Ну, тоже удалось, нам победили. Самый первый бой? А профессиональный? Ну, в бои я перешел в 23 года. Даже уже мне было почти 24, но в 23,5 даже чуть больше. Ну, около 24. У меня еще 24 не было, но вот-вот должно было исполниться. И я провел свой первый пассивный бой в ОГЛ. Боксом я стал заниматься, когда я перешел в бои смешного стула, в бои МАМА. Тогда, да, тогда мне пришлось изучить с нуля бокс, тайский бокс. Было очень тяжело, потому что я был борец, у меня были такие борцовские мышцы. И начав работать в боксе, я чувствовал, как у меня кикают руки, как мне хватает выносливости. У меня отгломилось просто от того, что… Ну, совершенно другая работа. Плюс абсолютно ничего не получалось. Я помню, как надо мной сменялись мои тренеры, когда я шагал михлопад, бил михлопад, руками махал там михлопад. Но все, все пришло постепенно, с упорством, с трудом. Удалось поставить ударную технику. Но я думаю, я считаю, что хорошо. Потому что, когда мы стояли с Денисом Лебедевым, вы знаете, наверное, нашего чемпиона мира, с Денисом Лебедевым стояли в парах, не раз стояли в парах, он мне так… Я считаю для себя эту лучшую похвалу, что он сказал, что с тобой очень интересно работать. С тобой как будто все время на краях, на иголочках таких вот, все время по краю. Чувствовать дистанцию, чувствовать опасность, оно не проходит. Когда мы боксировали, для меня это лучшее похвалу. А самый сильный прием, на ваш взгляд, от кого? Самый сильный прием? Болезнь? Ну, нет такого, наверное, самый сильный прием. Есть коронный прием. У каждого свой, да, у каждого свой. У кого-то удар поставлен какой-то, прямой или боковой, или какая-то комбинация есть. У кого-то образцов есть, там, подхват. Или боковой прием, или передняя подножка, я не знаю. То есть, надо сказать, что это какой-то отдельный прием, самый сильный, такого нет. А вот я ваш бой смотрел, и прогибы у вас кинули. Было дело, да. Ну, я отвечал. Нет, без травм, обошлось. То есть, раунд в интернете делали? Да, раунд в интернете делали. Вы должны уметь делать все. Если вы боксеры, значит, вы должны бить. Уметь бить в ближнем бою, в дальнем бою, на средней дистанции. Уметь уклоняться, защищаться, нырки, там, я не знаю. Все, что не должно быть так, что я только умею в ближнем бою биться. Или мне удобны там бойцы, которые ниже меня. Понимаете, вы должны уметь боксировать с высокими, с низкими, с право стоящими, лево стоящими. То есть, для вас не должно быть, вы должны уметь довести свое мастерство до самого пика. Так же и в борьбе. Вы умею должны делать любые приемы, с любых захваток. Вы должны бороться с маленькими, с большими, с неудобными, с удобными. То есть, вы должны уметь делать все. Не должно быть такого, что я умею один прием и побеждаю. Потому что вы всегда найдете такой, у которого будет защита на активе. Чем разностороннее вы работаете, чем большей техникой вы владеете, тем сложнее будет с вами соперничать. Ну что? Что вас принимает в ходе? В ходе нас приводит труд. Всегда надо тренироваться и стараться. Мне мой тренер всегда говорил, ты должен тренироваться, больше всех. И тогда вот даже все... Я уходил в самый последний из спортзала. Даже когда все уходили, я еще оставался. Либо приходил раньше на тренировку, либо оставался еще на одну тренировку. Либо шел в зал УФП, где штанги, турники там, не знаю, там еще работал. То есть, мне тренер говорил, ты не думай, что вот наши ребята сильно, они уходят и уходят. Но где-то есть мальчики, там, не знаю, в Мальчике, в Красноярске, в Ульяновске, там, которые тренируются больше тебя. То есть, ты представь, что кто-то где-то тренируется больше тебя. Поэтому я старался сделать больше. Старался еще, 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 еще работать, работать, работать. А ваш труд, он никогда не пропадет. Ваш труд никогда не пропадет, и все равно рано или поздно заборетесь, рано или поздно начнете побеждать. Главное не отчаиваться, а идти вперед. В школе учился я неплохо. В школе учился, у меня была одна тройка по русскому языку долгое время. Но школой закончил хорошо, да хорошо. А русский язык, вот мне просто, грамматику я знал, но делал ошибки, правописание именно страдал. То есть, я знал все правила, все, но чутья вот этого вписания не было. А лицей я уже закончил без четверок. Пришло вот это чутье, и я закончил без четверок, я закончил после института. А с кого ты еще не закончил? Лицей я закончил на электромонтере, на электрике. А после этого еще закончил институт. Например, преподаватель. Какой самый сильный вид спорта, по вашему мнению? По нашему мнению? Ну, такого нет, чтобы был какой-то самый сильный вид спорта. Ну, посмотрите. Каждый находит для себя свое. Что имеете в виду под словом самый сильный? А? Ну, тактика сильная. Тактика сильная. Тактика техника всегда, если брать отдельные виды спорта, то здесь тяжело как-то говорить. Кто сильнее? Боксер или самбист, или бедаист, или карапист. Это очень сложно. Наверное, все-таки сильнее универсальность. Тот боец, который может и боксировать, и бороться, и... и ногами, и руками, и проводить болевые дыша, болевые дыша. Но, вы посмотрите, в каждом виде спорта есть свои звезды, есть люди, которым не нужно переходить и что-то доказывать. Они защищают чистое страны именно в том виде, который есть. Вот у нас, я не знаю, на любого взять Александр Карелин в борьбе. Зачем ему биться по боям, кому-то что-то доказывать. Он выиграл три Олимпиады. На четвертой Олимпиаде он был вторым. Что ему еще доказывать? Тут у нас Александр Лебзяков. Который тоже олимпийский чемпион по боксу. Там, я не знаю, ребята у нас хоккеистов, целая плеяда. Иль Дзюдо у нас есть свои звезды, Саша Михалин, Камерлан Кмена. В каждом виде спорта здесь надо найти себя, не имитация как-то, а найти себя. Ваша задача для начала стать мастером своего виде спорта, а потом уже думать дальше. Духовно я молюсь и прошу Господа Бога помочь мне. Помочь в поединке, помочь в жизни. Стараюсь каждую секунду, каждую минуту проживать в ходе. То есть не делать, не совершать плохих поступков, не то что плохих поступков, а даже не допускать, стараться не допускать плохих мыслей. Духовно, нужна помощь. Нужна помощь. Эту помощь мне просят. А Вы по боксу выступали в соревнованиях? Нет, на соревнованиях я по боксу не выступал. Только на тренировке, спарринге, спарринге бельцами. Я ходил долгое время в секцию бокса. То есть когда я перешел в бои, я изучал бокс и ходил постоянно. Вот сколько у меня было тренировок по борьбе, наверное, столько. Я и каждый день ходил в зал бокса. Но на соревнованиях я не выступал. Все, да-да-да. Я не могу стоять. Я, шанс всегда есть, но может ли он его, будет создаться ли он в бою, это большой вопрос. Может ли он его использовать? Не могу сказать. Кто не падает, тот не поднимается. Практически всегда вас цитирует. А в какой момент вы осознали эту фразу? А я всегда по ней жил. Я всегда по ней жил. Не слышу от вас, это я практически тоже сейчас живу и ею. Вы знаете, вы должны всегда быть готовы к поражению. Не бывает такого, когда мне говорили, что я без поражения, без крови, что я всегда побеждаю, но я говорил всегда, что я готов к поражению. Когда оно произошло, для меня это не было каким-то сильным ударом. Вы должны всегда понимать, вы выходите на равный поединок. Как и в жизни может быть, любая ситуация может быть. В момент может все развернуться в обратную, в другую сторону. Вы должны быть к этому готовы и должны понять, что нет ничего такого. Господь всегда дает нам ровно столько, сколько мы можем поместить. Если нам становится хуже, значит и это мы можем поместить. Понимаете? То есть надо все потерпеть и двигаться вперед. А здесь, вы должны всегда понимать, выходя на схватку, выйдет все равно один победитель. Или, не знаю, на поединок, на бой. То есть вы должны ставить себя в противоположную сторону. Если вы делите поражение, вы должны понимать, что может выйти такой человек, который победит вас. Но всегда надо стараться победить. Не то, чтобы настраиваться на победу, а выходить для того, чтобы победить. Не быть уверенным в победе, а выходить для того, чтобы победить. Ну, я бы не сказал, какой больше всего нравится. Мне все единоборства интересны. Я люблю и самбо смотреть. Люблю дзюдо. Я часто встречаю соревнования по дзюдо. И вот сейчас была универсиада в Санкт-Кербурге. Да, не универсиада, а всемирные игры в Санкт-Кербурге. Я ходил и на кембоксинг, и на бокс, и на тайский бокс. Май тай. И на дзюдо сходил, и на самбо был. Мне все были интересны. А я ее уже завершил. Мама очень переживала. Очень-очень переживала. И она, конечно, вздохнулась с большим облегчением, когда я закончил. Но никогда не отговаривала. Хоть намеками всегда переживала, но никогда не было такого, что я бросаю. Она всегда поддерживала. Сейчас немножко другая. Я бы не сказал, что сложнее. Нет, совсем не сложнее. Но сейчас тоже интересная жизнь. Я встречаюсь с новыми людьми. Я стараюсь передать свои знания. Мы общаемся. Я вижу новые города. Мне это очень интересно. И я стараюсь, скажем, все, что я знаю, то, что я умею, передать эту частичку своей души людям. Все свои знания стараюсь передать те же. Поэтому проходят эти мастер-классы, семинары. Но я бы не сказал, что это сложнее. Но это не нужно. Это совсем другое. Мне нравится. Видом? Хорошо. Я люблю кейбоксинг. Я даже проводил... Меня приглашали в Белгород. Мои друзья, кейбоксеры. Я проводил там семинар. Именно по кейбоксингу, по ударной технике. Все виды и набор, я думаю, заслуживают уважения. Это ребята, которые... Девушки, которые стараются стать сильными. Я все следую. Я единственное еще хотел сказать, что вы должны понимать, и даже из самого действия, даже те ребята, которые начали заниматься, вы должны помнить, что вы уже выделяетесь из своих средств. Вы уже начинаете овладевать той техникой, которой не владеют ваши сверстники, не владеют ваши одноклассники. И ни в коем случае не применять свои знания в обычной жизни. Только если вы видите какую-то неспровердливость, здесь можно остановить зло. А так стараетесь никогда не применять свои знания в жизни. И как перездует сильного человека то, что он не ввязывается в никакие конфликты. Он не знает, чем он обладает. Он знает, что он сильнее, чем в любви, и поэтому он старается все решить как-то словесно, не знаю, все старается решить без конфликтов. У меня, например, я никогда не дрался на них. Сколько я помню себе. Если, было всякое. Уже в более взрослом возрасте, у меня никогда не было там. Ни со сверстниками, ни в армии. В армии немножко было. А после армии, слава Богу, так как это получилось. Давно почувствуется, что может выигрывать. Выигрывать. Наверное, настоящее вот такое чувство пришло уже после армии. Когда я начал побеждать, когда я стал мастером спорта по самбо, подведу. Когда я стал мастером спорта международного класса по самбо, подведу. Тогда я почувствовал самбо. И, передя в бои, я тоже, посмотрев, как бьются другие сильные же бойцы, я почувствовал, что можно биться с ним. Можно расти и побеждать. Как вы относитесь к тому, что, например, дети начнут заниматься смешанными боевыми борцами? – Отрицательно. – Да? – Отрицательно. – Всё-таки смешанные боевые наборцы – это для взрослых ребят. Для состоявшихся. И те, которые уже прошли подготовку, уже добились чего-то в своих видах спорта. Дети все-таки, мне кажется, надо сначала найти себя в жизни, найти именно соревновательные дети, соревновательная подготовка, я против соревнований деток в семье детей. Можно заниматься дзюдо, можно заниматься боксом, можно заниматься самбо, можно заниматься и тем, и другим. Но смешанные боевые наборки это все-таки для ребят, которые уже крепче состоялись. Я не могу сказать, какой у меня коронный удар. Я стараюсь быть разносторонним. Здесь, наверное, никакой коронный удар, а какая комбинация пройдет. Не могу сказать. Иногда проходят стримы, иногда боковые, иногда ногами. Иногда, например, по боевому самбо я старался оттуда не бить ребят, потому что нет никакой подготовки к примеру. Я старался их бросать, просто бросок и держать. Ну, старался выиграть чисто, досрочно, но не бить. Ну, скажем, это прозвище мне дали в Японии. Я им объяснял, что у нас последний император – это царь Николай, святой Николай. Вот, но, скажем, в Японии оно кому-то певе. Японцы назвали певе. На улице Эльмиралов. Нет, у меня были небольшие конфликтные ситуации в армии среди своего призыва. То есть мы призвали сегодня призывы. У нас были ребята, которые хотели, видно, как главенствовать, которые пытались подавить других. Ну, небольшие конфликты были, но они все быстро разрешились. Но своих знаний я не применял и не применяю на улице. То есть у меня, слава богу, у меня не было таких ситуаций, чтобы я применял свои знания. Ну, а я вам скажу так. Если я буду видеть какую-то несправедливость на улице, если я буду видеть, что, допустим, кто-то вздирается в девушке, цепляется в девушке, естественно, остановлю прочего. Я служил в сахапутных войстах. Год я служил в пожарной части, а год служил в танковой дивизии. В пожарной части мы выезжали на пожары, тушили, мне очень нравилось и было интересно. Но случилось так, потому что нас сформировали, и я попал в танковой дивизии. И второй год я служил в танковой дивизии. Хор в Нижнем Новгороде. Не так далеко от вас. Ну что, все? Я год служил в Подмосковье, а год служил под Нижнем Новгороде. Спасибо вам большое. Спасибо, ясно. Я бы вам хотел пожелать, конечно, стараться, конечно, только трудолюбивым, только своим стремлением, усердием можно добиться какого-то успеха, какого-то результата. Но помимо нашей спортивной жизни вы не должны забывать, что главное, одно из главных – это учеба. Не забрасывайте учебу ни в коем случае, потому что это ваше будущее. Спортсменам нельзя быть однобоким спортсменом, нельзя быть чемпионом, скажем, здесь на ковре и совершенно неумным человеком в жизни. То есть вы должны быть разносторонними, вы должны уметь и общаться, и литературу читать. Очень много интересных книг. Вы должны, конечно, хорошо учиться, чтобы, ну не знаю, спортсмены всегда навели. У вас не должна учеба оставать от спины. Так что давайте вперед. Старайтесь быть сильными и умными. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ